на самом деле спуск в осадный колодец запрещен но как говорится пока не увидишь своими глазами предупредить кого-либо тяжело но а вот и а а а а а Привет, друзья! С вами Олег и его друг Олег. Сегодня мы покажем вам один из наиболее известных пещерных городов Крыма под названием Иски-Кермен. Его история берет свое начало в VI веке. В то время здесь проходил торговый путь от Северного Причерноморья в Херсонес. А это место было одной из стоянок, который византийцы решили укрепить. Уже к X веку рядовое укрепление превратилось в настоящий город с населением свыше 2000 человек. Главные ворота в город расположены на юге Плато в самом начале скальной вырубки. За несколько сотен лет использования в дороге образовалась колья от колес-повозок. С правой стороны от входа расположен пещерный храм-судилище. Основан он в VI в начале VII века. С левой стороны расположены могильные плиты. Это купель для крещения, а в центре алтарь. Продолжение следует... А в blonderonula архитекты. Однако в матч rodzski-п Shark Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одной достопримечательностью пещерного города являются вот эти зернохранилища. Именно в этом месте снимали фрагмент фильма «Девятая рота», когда душманы обстреляли колонну, а затем скрылись в этих отверстиях. Субтитры создавал DimaTorzok В Эске-Кермен насчитывается около 350 пещер, и по версии археологов 80% из них занимали хозяйственные постройки. Остальные предназначались для культовых и оборонительных нужд. Сами люди в пещерах не жили, для этого они строили дома в классическом понимании на самом Плато. Это один из дозорно-оборонительных комплексов. Их специально организовывали на выступах, дабы дать хороший обзор и исключить мертвую зону. Город был готов к осаде. Высокие скалы, многочисленные защитники и боевые казематы позволяли держать врагов на отдалении. Но важнейшим был вопрос водоснабжения города во время длительной осады. И для этого на Эске-Кермен был создан осадный колодец. Глубиной он около 20 метров, но остается загадкой, каким способом он пополнялся водой. На самом деле спуск в осадный колодец запрещен. Но, как говорится, пока не увидишь своими глазами, предупредить кого-либо тяжело. Так вот, метров через 10-12 спуска полностью отсутствуют ступеньки. Здесь висит веревка, но я не рекомендую ей пользоваться, так как выбираться из этой дыры придется исключительно на руках. Расскажу вам так. Осадный колодец наполнялся водой по одной версии через источник, который пробивался, а по другой версии нижняя галерея служила конденсатором. Город был уничтожен в 1299 году золотоордынским ханом Нагаем, который мстил всем жителям Крыма за смерть своего внука, которого он послал в Крым заданию. Эскинкермент пытались восстанавливать, но через 100 лет после Нагая пришел золотоордынский хан Эдыгей, который уничтожил, спалил и разрушил дотла все, что было восстановлено. На этом история города заканчивается. Пещерный город Искикермен находится в Бахчисарайском районе недалеко от села Красный Маг. Как сюда добраться? Села Красный Маг едете в Холмовка, в селе Холмовка на первом повороте поворачиваете налево, эта дорога вас приведет к самому пещерному городу. Но имейте в виду, несмотря на то, что дорога асфальтирована, само дорожное покрытие оставляет желать лучшего. И небольшие нюансы по путешествию. В Крыму природные достопримечательности бесплатные, но пещерные города Крыма – это музей под открытым небом. Вход сюда для взрослого составляет 100 рублей, для детей – 50. Истинное название города потеряно, а нынешнее Искикермен, которое переводится как «Старая крепость», дали крымские татары только в 18 веке. Ну вот и подошла наша экскурсия к концу. Кому понравилось, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ну а мы увидимся с вами через неделю на следующем экскурсионном маршруте. Всем пока! Пока!